Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. 76 лет на четверых строгого режима. Обвиняемые в убийстве бизнесмена Олега Дергилева выслушали пожелания прокурора. Знаний, как и школ, много не бывает. В Самаре выбирают площадки для строительства новых учебных заведений. Вкалывают роботы, а не человек. Самарские ученые создали аппараты, способные выполнять работы и собирать информацию под водой. О них мало говорят, хотя их немало. 2 апреля день, когда напоминают об аутизме. И космос станет ближе. В музее авиации школьники встретятся с теми, кто знает о нем практически все. 76 лет колонии строгого режима на четверых. Такой срок просит назначить гособвинитель тем, кто причастен к убийству бизнесмена Олега Дергилева. Громкий уголовный процесс подошел к финишу. В Самарском областном суде прошли прения по делу. Напомню, на прошлой неделе коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Сегодня подсудимые сказали последнее слово. Подробности у Павла Баймакова. Зал, в котором изначально должны были пройти прения, оказался слишком мал для огромного количества желающих присутствовать. Это родственники и погибшего бизнесмена, и четверых подсудимых. Последнюю свою очередь утверждают, их подставили. Мать Сергея Казаева уверяет, ее сына заставили себя говорить. У нас есть еще надежда, еще есть Верховный суд. И Бог всех накажет, их по заслугам всех. Тех, кто подстанет. По данным следствия, именно Сергей Казаев спланировал преступление и убил Олега Дергилева. Напомним, тело бизнесмена с огнестрельным ранением в октябре 2013 года нашли неподалеку от железнодорожной станции «Козелки». Изначально под подозрение попал личный водитель бизнесмена Андрей Читалов, но позже его отпустили. Бывшая жена Казаева обратилась в органы предварительного следствия и сообщила о том, что ее бывший муж Казаев причастен к совершению убийства Дергилева. Было установлено о том, что заказчик обратился к Казаеву с просьбой организовать убийство Дергилева. Казаев привлек к этому своих друзей. Калистратова, Колесникова, Дагадина и Минченко. Я просто уверена в этом, что вина не доказана. Поскольку вину подсудимых нельзя построить на явке с повинной одного подсудимого. Еще четверо мужчин признаны пособниками, в их числе и Сергея Минченко, местонахождение которого до сих пор неизвестно. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. На прениях обвинение просило назначить подсудимым в общей сложности 76 лет колонии строгого режима. Из них большую часть 23 года Сергею Казаеву. После выступлений сторон последнее слово предоставили подсудимым. Никто из них по-прежнему не признает своей вины. У следствия несколько версий, кто и по какой причине мог стать заказчиком убийства. Информацию пока не разглашают. Приговор исполнителям вынесут в ближайшее время. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Подводные технологии в Самарском объединенном ВУЗе разработали робота, который способен исследовать водоемы. Пока он погружался только в бассейн. Но, как говорят разработчики, у него большое будущее. На презентации робота-подводника, который способен покорить дно океана, побывала и Алина Чемерес. Сейчас. Замигал. То есть у него есть блок батареек, с помощью которого, если мы передвинем их сюда, мы сделаем какой-то угол. Ну, авиационщики говорят, ангажа. Дальше вот этим шприцом, так его очень назовем просто, мы набираем воду и он тонет. Этот подводный робот может погружаться на глубину до 50 метров, рассказывает его создатель Салемжан Гафуров. Правда, плавает небыстро. Его задача исследовать водоем. Ученый уверен, в будущем такие роботы помогут предсказывать климатические изменения. Сегодня, говорит, из-за таяния ледников состояние океана меняется, и узнать, как поведет себя водная стихия, помогут современные технологии. Робот-подводник может собрать данные в конкретную минуту в определенной точке океана. Он справится с задачей даже там, где человеку грозит опасность. То, что будет происходить завтра, мы будем знать об этом сегодня. Он тебе сразу говорит, что происходит с океаном, какая динамика его, он может это анализировать. Ну, не он, а может быть с помощью его данных, которые он получил. На презентации подводного робота студенты Объединенного университета. Им подробно рассказывают о том, как работает эта техника и для чего она может быть полезной. После таких семинаров, говорят организаторы, многие начинают увлекаться созданием роботов. Многие для себя находят ответ, а для чего же я изучаю высшую математику или физику, где эти все знания можно приложить. И вот как раз на примере создания робота они все эти навыки начинают использовать. Многие разработки Объединенного университета уже себя оправдали. На космическую орбиту вышел спутник, спроектированный в этих стенах. Созданы беспилотники, с помощью которых можно вести съемку с воздуха. Развиваются технологии 3D-печати. Студентам обещают, расскажут про все классы роботов, которых собрали в ВУЗе. Образовательные семинары для учащихся планируют проводить раз в месяц. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Мечтатели космических масштабов самарские школьники схолестнулись в научном диспуте. Его название и главная тема – это загадочная вселенная. Командам предложили ответить на нелегкие вопросы о космосе. Рассудили школьников профессора Аэрокосмического университета. Оригинальные идеи детей выслушала и Валерия Макарова. Прозвучал вопрос, как спасти человечество, если на Солнце случится взрыв. У каждой команды есть 10 минут на раздумье. Давайте спросим, какие варианты уже готовы. Ребята, какие у вас есть варианты? Много. Много вариантов. Такой самый, можно сказать, что основной – это покинуть Солнечную систему. Но это зависит еще от того, как скоро мы узнаем об этом взрыве. Если вот случилось, и у нас есть очень мало времени, это будет немного затруднительно. Фантазия школьников не ограничена ничем. Это и есть самое интересное в научном диспуте – обосновать свою, на первый взгляд, самую безумную теорию. Научиться ребятам разговаривать с друг другом, научиться слушать, научиться спорить – это очень важно. Это элемент креативности. Здесь школьники шестых-седьмых классов, которые повернуты на космосе в самом хорошем смысле. Это победители Олимпиад и конкурсов. Некоторые из них – участники «Звездного десанта» – своими глазами видели запуск ракеты с Байконура и «Звездный городок». Это лучше всего мотивирует на учебу, считают в городском департаменте образования. Как и сегодняшний диспут в стенах с ГАУ об этой загадочной вселенной. Когда ребенок маленький придет и будет рассказывать своим родителям, что он был в аэрокосмическом университете, что он здесь увидел, что он высказывался, его слушали, его идея, то это, наверное, и для его родителей, и для него самого будет очень и очень полезно. Научный диспут проходит под эгидой 55-летнего полета Юрия Гагарина в космос. К этой дате приурочен и новый проект нашего канала «Самара. Первые в космосе», который выходит сегодня сразу после выпуска программы «События». Валерия Макарова, Константин Головин. События. Вторая смена станет пережитком прошлого. В Самаре приступили к реализации указа президента о переходе школ на односменный режим. Для этого необходимо создать около 30 тысяч дополнительных учебных мест. Городские власти запланировали строительство новых школ, а также возведение пристроев к уже существующим. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. За знаниями в новую школу в Самаре продолжается поиск подходящих площадок для строительства учебных заведений. Городские власти уже определили несколько мест. На улицах Юбилейная, Вольская, Ворлово-Мавраге. Там, где в перспективе будет построен поселок для многодетных семей. Также уже ясно, где в городе школы будет строить инвестор. В Октябрьском районе и на территории бывшего ипподрома. Проектирование объектов планируется завершить до конца 2016 года. Строительные монтажные работы осуществить в 2017-2018 годах. Если будет подтверждение, опять-таки, то, что мы сможем за счет бюджета эти школы забрать на себя, то эти работы можно как минимум в два раза убыстрить. Предполагается, что учреждения, которые построят инвесторы – филиалы уже существующих школ. В новых зданиях будут располагаться младшие классы. По проектам инвесторов рассчитаны они на 200-500 учеников. Однако мэр Олег Фурсов жестко раскритиковал эти проекты. Рождаемость с каждым годом растет, а значит, потребность во вместительных учебных заведениях тоже увеличивается. Надо, значит, вести переговоры с инвесторами и четко понимать, как будет развиваться тот или иной район города в разрезе демографии, в разрезе застройки, которая там ведется. Проблему надо решить более системно. Проекты будущих школ будут доработаны в планах возведения пристроек к 22 существующим школам, капремонт и реконструкция учебных заведений. Эти меры позволят создать более 16 тысяч мест. Это половина от того, что требуется. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Константин Головин. События. Ни одного киоска к празднованию юбилея Старозагоры с улицы должны вывести все торговые точки, уродующие ее облик. Такое поручение дал глава города Олег Фурсов на совещании по подготовке праздника. Как изменится один из символов русско-болгарской дружбы к маю, расскажет Лариса Шалафаст. К лету Старозагора полностью обновится. Здесь высадят тысячи роз, почти 200 деревьев. Обновят плитку, установят новые лавочки и фонари. Приведут в порядок фасады домов. Разместят праздничные плакаты и перетяги. Также в планах обустроить детскую и спортивную площадки. Особое внимание глава города Олег Фурсов поручил уделить незаконной торговле на Старозагоре. Сейчас на улице расположено больше 40 киосков. Задача такая. Максимально очистить улицу Старозагора, чтобы видовые все пейзажи, они были видны, понятны людям. Мы должны расчищать общественные пространства. На кольце улиц Старозагора и проспект Кирова планируется установить памятный знак, посвященный русско-болгарской дружбе. К 50-летию Старозагора в Самаре ждут делегацию из Болгарии. Для гостей города и для всех самарцев готовится большая культурная программа. 18 мая мы предлагаем праздничные молебены, церемонии возложения цветов к нагробию могилы Петра Алабина в Иверском монастыре. Торжественное городское собрание. И 21 мая мы предлагаем концертную программу День Самарского знамени на набережной с участием детских духовых оркестров, хоровых коллективов. Чтобы горожане лучше познакомились с историей русско-болгарских отношений, на время празднования в Самаре на 23 маршруте автобуса и 17 троллейбуса будут организованы экскурсии. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, События. На улицах Самары появились трамваи с символикой FIFA 2018. Семь вагонов боевой и футбольной раскраски уже курсируют по первому, третьему, пятому, седьмому, девятнадцатому и двадцать третьему маршрутам. Делается это для того, чтобы создать у жителей города праздничное настроение и подарить ощущение приближения грандиозного события. Всего в течение 2016 года символикой чемпионата украсит 10 трамваев и 10 автобусов. И не только украсит, подвижной состав планирует обновить. Также будут выбраны какие-то маршруты ближе к чемпионату, на них тоже появится символика соответствующая. Также у нас в планах обновление подвижного состава. Мы планируем закупать трехсекционные трамвайные вагоны. У нас проходило уже тестирование вагон «Метелица» белорусский. Сейчас вот буквально на днях прибыл трехсекционный трамвай усть-катавского. Ответы на вопросы в режиме онлайн. Первые дебаты прошли между участниками предварительного голосования партии «Единая Россия». Трансляция шла в интернете. Дебаты – один из ключевых элементов внутри партийного отбора кандидатов на предстоящую выборную кампанию. Задача которой – сформировать сильную конкурентноспособную команду, которая будет представлять партию на парламентских выборах. С участниками дискуссии пообщался Олег Зверев. Говорить по ненаписанному, дабы суть каждого видна была. Участники предварительного голосования партии «Единая Россия» выходят на дебаты. Встречи в эфире прошли по всей стране. В режиме онлайн обсуждаются самые злободневные вопросы. По нынешним правилам каждый, кто планирует принять участие в выборах в Государственную Думу, должен как минимум дважды прийти в эту студию. Во-первых, изложить свою позицию, которая у него имеется в данном случае. Второе. Наши избиратели увидят человека, который идет и смогут оценить его поведение, его способность общаться, его знание обстановки. Темы дебатов каждый раз будут разными. Задача дать кандидатам в кандидаты от «Единой России» показать себя. Таким образом должна быть сформирована конкурентоспособная команда, которая пойдет на выборы. Эти дебаты покажут, кто же самый достойный, сильнейший, на кого можно опереться в выборах и в списочном составе, и по одномандатным округам. И это, в общем-то, в большей степени гарантирует победу выдвинутых кандидатов. Дебаты будут проводиться каждые выходные до 15 мая, завершаться за неделю до предварительного голосования. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других темах дня. Николай Мор вступил в должность президента «АвтоВАЗа». Прежний руководитель автогиганта Бу Андерсон прекратил исполнять обязанности. До прихода на «АвтоВАЗ» 55-летний Николай Мор был генеральным директором «Рено» в Румынии, где руководил всей коммерческой и производственной деятельностью. Также он занимал должность президента акционерного общества «Автомобиль-дача». Подозреваемого в убийстве трехлетней девочки оставили под арестом до 30 апреля. Тело ребенка с множественными травами нашли в квартире 31 января. По подозрению в совершении убийства задержали 27-летнего Самарца, сожителя матери девочки. Мужчину арестовали на два месяца 2 февраля. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый признал свою вину, скоро его отправят на психиатрическую экспертизу. Больше трех тонн рыбы неизвестного происхождения обнаружили в кузове грузового автомобиля. Машину остановили на трассе между Казахстаном и Самарской областью. Сазан, которого перевозили в машине, оказался испорченным. Документов, подтверждающих его качество и происхождение, не было. На владельца груза составили административный протокол, а весь товар был выведен на дубовый уместкий ветсанутильзавод и переработан на мясокосную муку. 22 апреля в 9 часов начнется бронирование путевок для детей в санаторно-оздоровительные лагеря, а 23 и 25 апреля в загородные. Получить бронь родители смогут на портале «Супрема 63». На организацию летней оздоровительной кампании планируется потратить больше миллиарда рублей. Путевки в загородные центры получат более 40 тысяч школьников. Еще 52 тысячи отдохнут в лагеря с дневным пребыванием. В среднем отдых одного ребенка обойдется в сумму от 12 до 14 тысяч рублей. Родителям придется оплатить лишь треть этой суммы. В ближайшие дни дожди в Самарской области не отступят. 5 апреля ночью синоптики прогнозируют слабый туман и небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Днем переменную облачность, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 3, плюс 8 градусов. В среду, 6 апреля, кроме дождя, ожидается еще и сильный ветер. 8-13 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду. 2 апреля – всемирный день распространения информации об аутизме. Российская статистика о детях, больных аутизмом, отсутствует. Если исходить из средних данных по другим странам, можно предположить, что у нас их около 200 тысяч. После выхода фильма с Дастином Хоффманом их стали называть «детьми дождя». Как выжить в современном мире тем, кто живет в своем ритме, расскажет Инесса Панченко. У-у-у, это буква У, молодец. Когда сыну исполнилось 9 месяцев, Лариса Харина поняла, что-то не так. Мальчик не отзывался на имя, не смотрел в глаза и не хотел играть. В полтора года Феде поставили диагноз – аутизм. Я приходила домой и плакала, делилась с близкими, рассказывала. Меня многие поддерживали и поддерживают. Спасибо маме, спасибо мужу. Очень нужна, очень важна поддержка со стороны, потому что это психологически очень давит, конечно. Долгое время ученые считали аутизм разновидностью шизофрении. Сегодня доказано, что это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Причины возникновения аутизма научно не доказаны. Основные симптомы – желание уйти от контакта, стремление к одиночеству, задержка речевого развития. Этих детей называют странными и неконтактными. Аутизм – это такое мозаичное нарушение, при котором может быть с охранным интеллект, но при этом абсолютно отсутствовать коммуникация. Или ребенок может говорить очень много, он может транслировать фразы из мультиков, просто услышанный разговор повторять, при этом не уметь эти фразы применить для того, чтобы что-то попросить. Аутичного ребенка нельзя выпускать из поля зрения. Его невозможно устроить в садик и отдать в школу. В Самаре существует лишь одна группа, куда детей принимают на 3-4 часа. Главное, что сложно, никто не говорит, что делать. Куда идти, куда с этим обращаться, и как дальше с этим жить, и как вообще на это все влиять. Никто ничего толком не знает. Таблеток от аутизма не существует. Самым эффективным способом его коррекции считается АБА-терапия. Ее задача – помочь ребенку приспособиться к миру, неприспособленному для него. Катя, я хочу червячки. Родителям детей-аутистов нужна помощь, в том числе и общество. Но для этого необходимо знать, что такое аутизм. Что орущий на полу в супермаркете ребенок не избалован, а напуган до невозможности навалившимися на него ощущениями. И его маме нужны не замечания, а немного понимания и терпимости. Инна Сыпанченко, Артем Сулайманов, События. Праздник солнца, теплообновление Навруз. Отмечать его принято дружно за богато накрытым столом и угощать всех знакомых, соседей и каждого встречного. Благополучие и хороший урожай не должны обойти стороной Самарской области в этом году. Мусульмане весенний праздник провели по всем обычаям. Большое торжество прошло в МТЛ-арена, где для гостей и угощения приготовили, и экскурс в историю провели. Марина Коровцова поразилась в красоте традиции. Только раз в году специально к Наврузу готовят особое блюдо – сумалак. Заранее прорачивают зерна пшеницы, потом их измельчают и варят целые сутки, постоянно перемешивая, даже ночью. На вкус сумалак напоминает сладкое варенье. И к тому же приносит счастье и благополучие. На дно добавляют камни, чтобы не пригорело, и при этом помешивается. И когда расстают семи лет, может попасться камушек, и говорят, что это кудача, как загадывается желание, оно обязательно исполнится. Стол должны украсить семь продуктов, название которых начинается с буквы «Сим». Еще один непременный обряд – очищение дома. С улыбкой на мустах мы вместе говорим – чистая душа, чистый очаг. В Самарской области и по всей России Навруз празднуют татары, башкиры, казахи, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и многие другие народы. Именно атмосфера единения отвечала за настроение в МТЛ-арена, где на красочный концерт собрался полный зал. Гости – представители национально-культурных центров Самарской области. Вы являетесь теми людьми, которые пытаются сохранить свой язык, свои традиции, и привнося вот эти традиции и эту культуру сюда, вы обогащаете нашу страну, наш регион. Праздник действительно стал международным, причем свои поздравления, в том числе и творческие, подготовили и представители других национально-культурных центров. Марина Красова, Алексей Золотенков. События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Девятый кубок Владислава Третьяка в Самаре разыгрывают 12-летний хоккеист и хозяин соревнований «Самарский ЦСК ВВС» всегда в игре. На этом турнире за приз олимпийского чемпиона сражаются команды ведущих клубов континентальной хоккейной лиги. Это большой праздник для мальчишек, для болельщиков, потому что хоккей действительно – это очень уважаемая и любимая игра в нашей стране. Тем более мы в этом году, вы знаете, празднуем 70 лет советскому хоккею, российскому хоккею. У нас президенты играют в хоккей. У нас в этом году, вы знаете, чемпионат мира в Москве. Поэтому каждый турнир для нас очень особый. Чтобы поиграть за сборную России на чемпионате мира, юные спортсмены должны сначала заявить о себе на Кубке Третьяка, ведь олимпионик смотрит все матчи турнира. Это пять дней. В четверг, 7 апреля, звезда мирового хоккея вручит Кубок чемпионам. Такой незабываемый спортивный праздник проходит при поддержке администрации Самары. Для всех ребят это большой стимул для того, чтобы заняться этим прекрасным видом спорта, для того, чтобы прийти, взять, одеть коньки, взять клюшку и начать тренироваться. Начать с золотой шайбы, про которую мы с вами уже говорили. Начать с турниров непрофессиональных и стать уже действительно большим хорошим профессионалом, кто эту цель себе ставит. И уже выйти на мировую арену. Кроме самого хоккея, фанаты и участники соревнований могли напрямую пообщаться со своим кумиром. Участник суперсерии СССР Канада 1972 года Владислав Третьяк раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. По Садоблю и Фокстроту все возрасты покорные. На день Самарский дворец творчества на площади Кирова стал центром танцевального искусства. Самым юным участником межрегионального фестиваля бальных танцев всего по 4 года. А возраст танцора в номинации Гранд Сеньоры начинается от 56. В том, что именно танец, жизнь красиво и долго помогает, убедилась Марина Кравцова. Страстная танго, заводной европейский микс или нежный венский вальс. А в бальных танцах вся жизнь, весь спектр эмоций, уверены солисты ансамбля «Дуэт» из Димитровграда. Своей энергией они покорили и жюри, и зрителей. Откуда черпают силы вдохновения, не скрывают. Танцевальные тренировки помогают даже здоровье поправить. Оставляют заботу за дверью в зал. У всех проходят головные боли, давление. Танцу все возрасты покорны, уверены в Самарском дворце творчества. Уже четвертый раз здесь проводят фестиваль «Весенний вальс». В этом году больше 30 танцевальных групп, около 300 танцоров, приехали из городов Самарской области Оренбурга, Ульяновска, Пензы. Шквал аплодисментов сорвали триумфаторы фестиваля, самые юные участники. Чтобы блистать на сцене, не обязательно быть звездой девиз фестиваля, цель которого не только повысить интерес к бальным танцам, но и показать молодежи, как красивы правильные увлечения. Почему именно бальному танцу? Красиво, бальные танцы – это красиво. И мы считаем, что танцы, они не только со звездами. Танцы для всех. Если человек выходит на сцену и может себя показать, тем самым он достиг определенного уровня. И если вы посмотрите в глаза маленьких детишек, и в том числе наших сеньоров, это действительно стоит этим заниматься. «Гала-концерт» собрал полный зал. Вход для зрителей бесплатный. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android.iOS. Всего вам доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин